Пандемия коронавируса. Самая актуальная на 4 апреля 2020 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, на вечер 4 апреля 2020 года, число зараженных коронавирусом в России выросло до 4731 человек, плюс 582 человека за сутки, 333 человека выздоровели, 43 человека умерли. Случаи заболевания зафиксированы в 78 регионах. Большинство субъектов страны вело режим самоизоляции для всего населения. На улицу можно выйти для похода за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или выгулить собаку. В Москве умерли еще 4 заразившихся коронавирусом пациента. В числе умерших, пациенты от 80 до 86 лет, однако одному из скончавшихся было 34 года, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в течение 4 дней. В Москве создали базу фотографий заразившихся COVID-19. База будет использоваться для контроля соблюдения ими режима самоизоляции. Ситуация в других странах. Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008-2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда Кристаллина Георгиева. В США число жертв коронавирусной инфекции превысило 7 тысяч. Очагом инфекции остаются штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, где умерли более 3800 человек. Пентагон принял решение перебросить в Нью-Йорк более 40 членов военной похоронной команды. Они должны помочь местным властям в городе, где ежедневно умирают десятки пациентов. Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней палаты парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан — от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлицеа — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административные приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлице предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан — от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 миллионов рублей. Продолжение следует...